Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков на канале MyGT.ru. Придется сделать еще одно видео по поводу гипотетической подделки по бренду Укуэлл, потому что нам все-таки прислали одну банку для проверки. Прислал наш подписчик, он живет в городе Томск, зовут его Андрей. Андрей, огромное вам спасибо, человеческое, социальное участие. Вот ваша посылка, мы забрали ее со СДК, это было выходные, наш менеджер забрали. Вот сама банка непосредственно, это Укуэлл Genesis Armatech 5W30, APS NRC, SAC GF5, это GP для японских автомобилей. Сделана она в июле 22-го года. Сесторонне сейчас я вам покажу ее, давайте сейчас я вам предварительно покажу этикетку, как она выглядит, имею этикетку. Сам бачкод, можете его сфокусировать, сделать проверку сами, если есть желание. Сфокусируется? Стоп-кадр можете сделать, 4К снимает, поэтому все нормально, наверное, будет видно. Вот, человека смутило, почему он подумал, что это поддельное масло, потому что он выбирал в разных торговых точках у себя в регионе, в Томске, и нашел эту банку дешевле на 1000 рублей, чем по рынку, по остальному. И плюс к этому еще ему не смогли предоставить в этом магазине документ сертификата на продукцию. Он купил эту банку и отправил нам ее для того, чтобы мы ее проверили. Мы ее всесторонне смотрели, естественно, тара сама внешне, имею этикетку, сама пластиковая тара и канистра. Это оригинальная пронистра Лукойловская, без вариантов 100%. Имею этикетку, это сложная технология достаточно, мало того, что это специальные экстрадиционно-выдувные машины, которые присасывают эту этикетку, прежде чем пресс-форма сомкнется, и сделается выдавка продукции пластика. Так это еще и сама этикетка дорогая, это пластик. Он в России даже, по-моему, до сих пор еще не делается. Заказы за рубежом, уже с принтом. Короче, это геморрой еще тот. Крышки тоже из двух пластиков разных сделаны. Тоже достаточно тяжелая такая технология. Здесь под крышкой есть фольга и так далее. И плюс к этому еще самое главное, это бачкод. Бачкод мы, само собой разумеется, отправили представителям Лукойла. Они проверили по бачкоду, по номеру партии. Когда был продукт сделан, это ли бригада его делала, это ли продукт был сделан на заводе под этим номером, по серийным бачкодам, вернее, и все совпало. То есть продукт был сделан на заводе. Это именно партия товара была выпущена с этим продуктом конкретно. Поэтому продукт был выпущен на заводе Лукойловском. Все в порядке абсолютно. Продукт оригинальный. Но Андрея можно поздравить, он купил продукт на 1000 дешевле, хотя, наверное, потратился на дорогу и все равно к нам пока отправлял. Вот, продукт оригинальный. По сертификатам. Почему не предоставили? Да, хрен знает, почему не предоставили. Это вопрос к магазину, и на самом деле сертификаты должны быть обязательно на магазине, конечно же, в розничной точке торговли, обязательно должны быть сертификаты на продукцию, в любом случае, без вариантов. Получилось так, что в данный момент у продавцов, у тех, не было сертификата. Бывают такие случаи, но это не показатель того, что это поддельное масло. Подделки здесь нет никакой, здесь оригинальный продукт. Условия конкурса, еще раз напомню, были следующими. У нас было два видео выпущено, они набрали в итоговом просмотре, наверное, к моменту отправки. Примерно около 50 тысяч просмотров было, то есть посмотрело 50 тысяч человек. Нужно было отправить нам, по вашему мнению, если у вас есть на руках, гипотетическую подделку Лукуэла, 4 либо 5 литров. Не прислали, кроме Андрея, никто, ноль человек прислал, кроме Андрея. Помимо этого, еще можно было прислать какие-нибудь фото-видео на наши источники на канал. В принципе, на Дзене можно размещать фото сразу, например, физически. Прислали одно фото, в котором человек задавал вопрос по поводу того, что дата производства тары была позже, чем дата розлива продукта. Про это уже рассказывали миллиард раз. Указывается на задней части упаковки в бачкоде не дата розлива продукта физически, а дата его варки. Соответственно, как это происходит? По факту в реакторе масло сварили, перекачали его в резервуарный парк хранения, с этого момента отчитывается дата его хранения. И, соответственно, это правильное решение, и, в принципе, европейцы многие так делают, потому что гарантийное сурохранение отчитывается с момента производства продукта. Продукт был сварен, помещен в парке резервуарного хранения для дальнейшего его розлива. Это бывает часто, и не только Лукоил эти даты пишут именно не по дате розлива продукта, а по дате варки. Этим объясняется то, что дата производства канистры позже, чем дата, по мнению тех, кто об этом подумал, дата розлива продукта. Это не дата розлива продукта, это дата его варки. Об этом есть официальное письмо. Кстати, на дзене есть вопросы человека, вот в этом видео к первоначальному, к Лукоилу, там, кстати, есть письмо официальное, я разместил именно как ссылку. Официальное письмо от Лукоила. Вот, с этим мы разобрались. Не было ни одного больше присланного нам на подделку там продукта, ну, ничего не было. Вот, а пишут о поддельном Лукоиле огромное количество людей. Почему Лукоил не подделывают, по моему мнению, как я считаю, к Лукоилу можно относиться по-разному. Плохо там, хорошо хаять его, ругать там, хвалить и так далее. Много разных маркетологов с этим работает, много вбросов разных там и так далее. Но почему не подделывают, потому что, во-первых, это, ну, достаточно геморройная канистра. Ну, реально, вот реально, на самом деле, это канистры геморройные в подделке, потому что, во-первых, это имела этикетка. Это сложное, гораздо больше, более дорогое оборудование, чем обычно стандартные экстрадиционно-водные машины. И плюс к этому еще сама этикетка надо заказывать, и крышка эта двухслойная. Короче, это овчинки и выделки не стоит. Лукоил стоит не настолько дорого, вернее, продается. Тем более, по Лукоилу основная масса, ну, там всякого дешмона, типа У-Супер или там так далее. Вот, что касается дженезисов там, они продаются, ну, не сказал бы, что они продаются сильно много, и в последнее время к тому же это все ушло в меньшую сторону по продажам. Поэтому, не знаю, подделщикам никакого смысла с ним заворачиваться нету. Плюс к этому, правообладатель Лукоил находится в России, соответственно, компания серьезная, большая, крупная. Они могут так, ну, через своих структур, через своих юристов, могут так четко присадить человечка, который будет это все подделывать. Поэтому, конечно, связываться с этим никто не будет из подделщиков, это просто овчинкой выделки не стоит. Есть гораздо большее количество брендов, которые можно подделывать и легко продавать, с Лукоилом связываться, но это себе дороже будет, реально. Вот, поэтому, как бы вы относились к Лукоилу, но факт его подделки, он не выявлен нами. Вот, соответственно, как бы, чисто гипотетически в России может быть все, все, что случается, все, что угодно может быть. И поэтому, конечно же, не исключая того, что, возможно, чисто гипотетически, когда-либо появятся какие-то там подделщики, которые неразумные, которые будут подделывать Лукоилу. Ну, как бы, если это будет, пишите и присылайте, нам будем сравнивать, смотреть, там, показывать и так далее. Это все будем выяснять. На данный момент, мое мнение, моя точка зрения оправдана. Никакого, соответственно, поддельного Лукоилу нет. Вот, по поводу того, что Лукоил покупают, скрывают, заливают, в него там другое масло, закупоривают, делают фольгу, там, приклеивают и продают, там, подешевле. Ну, это просто мошенничество, это не подделка, это просто, ну, люди-мошенники, такие мелкие есть, там, они скупают эти канистры, там, переливают, продают. Это такая мошенничество мелкое, ну, на уровне, это какой-нибудь, там, не знаю, мелких, мелких краш. Короче, это не такая, не тема для массовой подделки, это вообще не совсем другая тема. Это подделывают, таким образом, разные банки, не только Лукоиловские. Отдельная тема, это такой, знаете, бич-подделка. Вот, короче, не стоит даже обсуждения, там, мизерное, мизерное количество. Вот, по бочковому Лукоилу тему, думаю, что, ну, стоит поднимать, конечно, бочковые продукты, в принципе. Мы их уже рассматривали, это вопрос по бочковым продуктам, там другая тема совсем. И там, да, возможно, гипотетически подделка Лукоилов существует в плане именно бочковом, потому что бочки и канистры – две совершенно разные вещи для подельщиков в том числе. Поэтому бочковые продукты, чисто, гипотетически, да, тем более дорогие, типа там, ну, джина есть, что-нибудь такое подобное. А по фасовке, по 4-литровой, литровой, 5-литровой, даже по 20-кам и то, факты подделок выявлены нами не были. Ну, всё, вот, тему нужно будет закрыть. Андрею мы вышли эту баночку обратно в его сторону. Спасибо ещё раз, Андрею, большое. Мы вам подарим ещё кепку Verity от нас, флешку Verity и ручку Verity дополнительно. Плюсом, бонусом он небольшим, потому что вы у нас ещё купили, к тому же, Verity 5W-30, две канистры 4-литровых японского масла нашего. Вот, мы с Андреем поговорили, пообщались, и я посоветовал ему взять два продукта, ну, две четырёшки, вернее, 5-30 Verity, поэтому наш покупатель ещё образовался, вот, видите, совместили полезное с приятным. Андрею повезло дважды, во-первых, мы ему там сделали скидку нормальную на Verity, во-вторых, мы ему отправим подарок, во-вторых, мы ему отправим нормальное, качественное масло Лукуэлл в обратную сторону, вот, всё. В общем, всё мы выяснили, если какие-то по этому поводу у вас есть комментарии, мнения, пишите, кто пишет огромное количество негатива про Лукуэлл в сети, про подделки, про качество плохой Лукуэлл и так далее. Ну, качество плохой, это тема отдельная, мы это не обсуждаем сейчас, качество Лукуэлла, половина разделилась людей, ну, вернее, как скажем, не половина, вернее, половина мнения о том, что Лукуэлл нормальный, потому что многие его льют там многие годы, всё нормально, половина людей говорит, что Лукуэлл там плохой, потому что он там горит и так далее. Вот, мнения людей разделились, это, конечно же, в основной массе, и положительные и отрицательные отзывы, в основная масса, Это, конечно, даже маркетинг, естественно, это конкуренция, это наоборот, кто у Куэлл работает, маркетинговое дело у Куэлл и так далее. Все это сейчас работает так вот в нашей инфосреде, пишут больше на фрилансе люди, которые получают деньги и за то, что у Куэлл опускает и у Куэлл поднимает. Есть и те, и другие, и этих людей много очень, и по отзывам их больше половины таких отзывов, не реальных людей, а реальных покупателей, а именно тех людей, которые занимаются именно маркетингом, продвижением, фрилансом, писанием статей, отзывов и так далее. Вот тема такая очень достаточно печальная для России, хотя, в принципе, это в разных странах есть, только в России это процветает прям буйным цветом, эти все вот отзывы, эти маркетинговые войны, поэтому у нас это прям капец. В общем, все мы рассмотрели, с вами все пора ставили из очки нады, если что-то будет появляться в дальнейшем, какие-то новые новости по этой теме, пишите, звоните, всегда готовы обсуждать, показывать людям, как это выглядит физически на самом деле. В комментариях приветствуются, обсуждайте, пишите свое мнение и так далее. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики, всем пока.